Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы будем продолжать с вами рисовать мужскую тему и будем рисовать мужской пиджак. В пиджаке я покажу такие особенности, как рисунок подкладки. Это очень часто встречается, потому что подкладка имеет важную роль, сколько там карманов, какая подкладка. Подкладка всегда как минимум из двух типов состоит, потому что в рукавах у нас используется в основном скользкий полиэстер, а основная подкладка уже другого качества, другого свойства и может быть другого рисунка. В рукавах часто ставятся полосатые подкладки, а уже здесь красота может быть такая, какая вы захотите. Поэтому пиджаки требуют такого особого внимания. Вообще они достаточно сложные и это нужно учитывать. Здесь нужно обладать знанием технологии, понимать, как это все выглядит, понимать, что и где. Я очень рекомендую перед тем, как если вы решитесь рисовать пиджак, действительно для производства, нарисовать, а после этого поговорить с конструктором и технологом, чтобы он вам посоветовал, порекомендовал, а что и как сделать. Поэтому свои мысли, да, посмотрите примеры, которые вы найдете в интернете, их много, как отрисовывать пиджаки. И, конечно же, посоветуйтесь с грамотными конструкторами, технологами, производственниками, которые вам подскажут. Конечно, каждое производство своим занимается. И есть много фирм, которые просто рисуют приблизительный эскиз, потом отправляют в Китай, и они там все делают. Но то, как я не лекала, там сделаю тоже непонятно. Итак, мы берем эскиз мужской. Скачать его можно по ссылочке под этим видео, я ее оставляю, можете зайти и скачать. И начинаю рисовать наш с вами пиджак. У нас здесь будет линия полузаноса, соответственно, мы с вами не на центр будем приходить. Смотрим, где она должна у нас остановиться. Так, мне нужна непунктирная линия. Вот. И это у меня получается лацкан. Да? Лацканы в зависимости от моды вида изменяются. Когда-то они больше по размеру, когда-то они меньше по размеру. Линия вот раскепа, они тоже, это очень по-разному и во многом зависит от моды. Нужно смотреть, как бы, какая мода сейчас, а что вы хотите сделать. Мы будем рисовать более, давайте скажем так, спокойно классический вариант, да. Но его можно потом будет модифицировать. Иногда, кстати, вот эту часть воротничка рисуют отдельно. И она может быть сделана, например, из другого материала. То есть я сейчас могу просто вот так взять, вот так вот разрезать. И замши из кожи делают. Но единственный минус в этом во всем есть, потому что это рядом с шеей. И место затирается достаточно быстро. То есть вот, вот так. Видите, я разрезала, получила абсолютно такой же кусочек. И поставила его на место. Теперь, если я буду заливать, я могу это залить одним цветом, а это залить другим цветом. Если мне это понадобится, потом в рисунке. Так, теперь у нас с вами плечо. Плечо тоже нужно смотреть. Бывает мода, когда плечики заужаются. Вот я, например, смотрела турецкий сериал, у них вот зауженные плечики, да. Бывает мода, когда, ну, плечо, в принципе, вот оно на месте. Бывает, когда плечо дополнительно расширяется. Иногда при помощи пиджака получается спрямить кривизну фигуры. У людей бывает перекос по позвоночнику достаточно сильный. И именно пиджак часто позволяет человека сделать, ну, условно говоря, прямым, да. То есть иногда делают неравномерные подкладки в плечи, таким образом формируя желаемую линию. Так, линия низа. Опять же, длина пиджака тоже разная. Обычно это середина бедра. Да, но сейчас, например, в моде оверсайз и пиджаки могут быть намного больше по размеру. Могут быть более приталенные, могут быть более широкие. Вот здесь не рекомендую сразу прям вот в плечо впечатываться. Даже у очень тонких трикотажных пиджаков обычно дают либо подокатник, либо, ну, все равно там что-то есть. То есть крайне редко бывает, что у пиджаков плечо оставлено на волю и ничего с ним не сделано. Ну, то есть либо какое-то уплотнение, либо еще что-то обычно делается. Иначе пиджак не держит форму. И это получается некрасиво. Поэтому вот эта вот часть, она не будет идти по руке. Акад тоже формируют определенным образом. И это все нужно учитывать. Так, вот у нас, смотрите, чтобы влезла рука. Да, соответственно, нужно пошире давать. Вот. Вот эту линию можно чуть выше, но она будет смотреться вот таким образом. То есть видите, она вокруг руки. Чтобы лучше было видно, что я сейчас нарисовала, сейчас мы сделаем заливку белым. Вот эта часть должна у нас уйти назад. Вот, сразу воротник у нас вышел. И смотрим, насколько, ну, как бы... Правильный по длине, по ширине, по всему у нас получается пиджак. Сзади у нас, естественно, будет стоечка к воротнику. Вот мы ее прорисовываем. И мы будем видеть подкладку, половинку подкладки. С подкладками я сейчас чуть дальше отдельно покажу. Подкладки бывают очень разные. Бывают полные подкладки, бывают полуподкладки, бывают подкладки-крылышки. И это все тоже нужно учитывать. Все мы это с вами берем. Раскрываем от центра. Shift-Alt я зажала. Теперь две половинки соединяем между собой. А вот линию на том, будет там подкладка или нет, вот вы можете уже смотреть. Как правило, там у нас получается небольшая складочка на подкладке. Ее можно нарисовать вот такой штучкой. То есть она как раз на свободу движения там дается. Сейчас мы ее сделаем потоньше. То есть это вот такая штучка. И вот какой-нибудь вот. То есть она там есть. Слегка приталенный у меня получился пиджак. Так, раз, два. Что еще у нас тут с вами будет важно? Во-первых, вот эта линия, она бывает вот как я нарисовала, бывает другая. Тоже вот эти линии мы можем с вами немножко прибрать. То есть когда мы посмотрели уже на полный момент, главное, чтобы у нас фигура не вывалилась. То есть здесь мы уже будем с вами формировать так же, как и низ рукава. Тоже мы можем немножко расширить. Я выделяю и стрелочками сдвигаю. У меня часто бывает ошибка. Я ее просто знаю. Я делаю не на ту сторону пиджак. Вот. Поэтому я путаю. Потому что между мужской и женской модой есть такая разница. И у меня иногда бывает, что я вот не совсем корректно это делаю. Меня потом поправляют. Те, кто говорят, ну что, что опять женский сделал. Или почему-то там женщина мужскую сторону сделала. Просто вот случаются у меня такие казусы. Так. Теперь мы рисуем пуговку. Пуговицы на пиджаках бывают самые разные. Бывают пуговицы по манжету. Не по манжету. А вот здесь вот у нас получается. Там сзади тоже пуговка есть. Надо очень индивидуально смотреть, да, что вы делаете, что вы рисуете. А бывают достаточно крупные пуговицы. Бывают максимально не акцентные пуговицы, которые просто есть и есть, да. То есть, и такая есть мода, условность, что нижняя пуговица у пиджака не застегивается. Это считается дурным тоном. Но в производство мы с вами должны отдавать пиджак со всеми пуговицами. Даже несмотря на то, что если его будут носить, и у него не будет застегиваться нижняя пуговица, произведен он должен быть со всеми пуговицами. И все там должно быть в наличии. Поэтому здесь мы с вами все делаем. То есть, может быть, двухпуговичный, может быть, трехпуговичный. Даже четырех и пяти бывают. Реже, конечно, но бывают. То есть, вот так. Вот эта линия, она тоже бывает разная. Ее можно рисовать по-разному, нужно смотреть. Основу мы с вами сделали. Бывают еще вот так вот линии реза, которые под крайные бачки. Не обязательно они должны быть. Что у нас дальше? Дальше у нас идут карманы. Бывают карманы в рамку. Бывают накладные карманы. Бывают с клапанами. Очень по-разному делают. Вот здесь часто на нагрудном кармане укладывают туда платочек. Как декоративная такая штучка. Может быть, может не быть. Но можно его обозначить. Я, например, хочу нарисовать карман с клапаном. Соответственно. Вот он мой клапан. Давайте уберу пока платочек. Он не нужен. Бывают еще пункта. Пункта, когда по краю у нас ручной стежок. Есть имитация пункта. Это, кстати, дорогая штука. И она очень ценится. Но и сразу удорожает производство. То есть, если есть пункта, это хорошо. А если нет пункта, то, ну, как бы... Считается более дешевым. Сейчас в Китае есть такие машины, которые имитируют вот этот ручной стежок. Потому что это должно вручную все отстегиваться. И тоже нужно понимать, что... Какая форма, как это все смотрится. Будут отстрочки, не будут отстрочки. Все будет очень сильно зависеть от того, какой результат вы хотите получить. Раззеркалим. Вот такой достаточно базовый пиджак. На мой взгляд, коротковатый рукава. Сейчас мы их удлиним. Так. Ну и сам пиджак. Тоже надо немножечко подлиннее сделать. Вот так. То есть здесь, за что я люблю иллюстратор, я не боюсь того, что я, например, ошибусь в длине, в ширине. Это всегда мне доступно для корректировки. И вы никогда не угадаете, а была корректировка или не была. Потому что, когда вы рисуете от руки, у вас получается затертости. Вы там что-то затираете, вырезаете и так далее. Вот такая базовая штучка у нас с вами получилась. С этим уже можно работать. И, как я вам и обещала, я хочу показать подкладку. Сначала только покажу, как делать тени. С тенями очень у многих возникают проблемы. Вот к данному пиджаку какие бы тени я предложила. Во-первых, показать глубину. Соответственно, тень должна лечь вот здесь. Давайте я их сейчас обозначу каким-нибудь цветом заливки, чтобы они хорошо читались. Сейчас, в момент. Вот так. Вот, смотрите. Вот она у меня тень. Сейчас я ее обозначаю черным, но по факту она у меня будет светло-серая. В зависимости от того, каким цветом мы будем заливать пиджак, я буду ее корректировать. Что еще хорошо показать? Хорошо показать, что вот эта часть, она у нас тоже как бы теневая такая. Соответственно, что лацкан находится над. Тень вот сюда. Видно, да, как я нарисовала? Достаточно простая, достаточно лаконичная. Хорошо показать вот здесь тонкую-тонкую полосочку, что эта часть немножечко у нас с вами отходит. И вы увидите, что это будет создавать легкий-легкий объем. Имейте в виду, что те тени, которые я сейчас прорисовываю, они будут очень мягкими. Да, я вот эту тень сделаю достаточно глубокой, чтобы она отвечала. А потом, что такое у нас пиджак? Пиджак это цилиндр. Соответственно, для формирования цилиндра вот эту боковую часть мы с вами делаем более темной. Вот так. Здесь можно тоже забрать, но не так интенсивно. То есть одну сторону лучше сделать более интенсивно, вторую сделать более мягко. И вот таким образом сюда применить. Рукав. Рукав можно сделать теневым по внутренней части. Вот здесь. При этом можно сделать загиб по линии рукава. Можно этого загиба не делать. Это зависит от того, что вы хотите показать. Здесь можно сделать тоже потоньше. Как видите, одну сторону я делаю чуть более акцентную, а вторую чуть более мягкую. Вот. В принципе, этого количества теней будет достаточно. Можно добавить еще дополнительные тени на карманы под... Вот у нас с вами есть клапан. И под клапан, чтобы было ощущение объема. Рисуется она очень просто. То есть вы рисуете по контуру вот этот вот клапан. И под клапаном такую тонкую полосочку. То есть клапан нависает. И под ним образуется легкая тень. То есть это совершенно вот, ну, логически понятно, почему она там есть. Вот. Сдублировали, чтобы ее второй раз не рисовать. Потому что карманы у нас с вами симметричные. И, в общем-то, на этом все. Вот они все тени. Сейчас они смотрятся достаточно грубо. Мы их все вместе выбираем и даем им непрозрачность, ну, скажем, 15%. Вот эту тень можно углубить, чтобы она была более отчетливая. Все. У нас получился с вами пиджак с тенями. Вот смотрите, в чем будет разница в наличии и отсутствии теней. Вот этот без теней, вот этот с тенями. Сразу картинка становится более объемной и намного лучше играет. Тени, ну, я рекомендую делать простые. Можно не делать, они не обязательны. Но вот такого рода все. Я все сгруппировала. И теперь у меня это единый эскиз. Итак, следующий этап, о котором я вам говорила, это подкладка. В пиджаках подкладка играет достаточно большую роль. Как она будет располагаться. Полная подкладка там и так далее. Давайте мы с вами нарисуем сначала полную подкладку, а после этого уже от нее сделаем вариации. Хочу обратить сразу внимание, лучше рисовать на основе, если есть лекала. Я сейчас буду рисовать приблизительно по этому форму, может быть не 100% попаданием. Буду рисовать только одну половинку, потом раззеркалю и потом добавлю элементы. Что мы рисуем? Смотрите, подкладка у нас будет вот отсюда начинаться, да, по спинке. Соответственно, вот она у нас полугорловина, вот он у нас рукав, вот у нас с вами пошла пройма, правильно? И линия вниз, к пересечению и сюда. То есть вот такая штука у нас с вами находится по спинке. Потом очень сложно нарисовать по-другому рукав. Рукав прорисовывается вот так, то есть вот сюда у нас вшивается рукав. И вот на этом кусочке мы его видим, потому что, ну подкладка же внутри находится, правильно? Ее особо не видно. Вот она вот на этом кусочке у нас с вами будет видна. Мы будем видеть, можем, сможем подобрать ткань, какая, ну, оптимальная нам туда подойдет и будет лучше подходить. Еще раз повторяюсь, часто бывает то, что именно вот ткань подкладки рукава отличается от основы. Она обычно более тонкая и более скользкая для того, чтобы рука в руках проскакивала быстро. Вот. Сюда она у нас встает. А теперь у нас с вами вторая часть. Это вы представьте, что мы раскрыли. И вот она у нас получается. Соответственно, вот так. И здесь нужно понимать, что мы сразу с вами раскрываем еще и воротник. Я сейчас условно нарисую, да, но это, конечно, лучше ближе к лекалам нарисовать. Тогда оно получается, ну, как-то поживее, поинтересней. Так, немножко я не добрала высоты. Так, вот так. Теперь вот так. Вот так. Сейчас еще потом добавлю загибов, потому что их не хватает явно. Вот так. Ну и вот так. Здесь у нас полукруг. И сюда мы пришли, сюда вернулись и вот эту линию вот так сделали. Вот. Здесь сейчас немножечко загибчиков дам, потому что здесь не совсем такая прямая линия получается. Здесь более красивая форма. Более она такая выгнутая. Так, здесь, здесь легкий изгиб. Вот. Это наш с вами воротничок раскрытый. Что у нас там будет с вами дальше? Дальше в зависимости от того, какой у нас тип подкладки, там по-разному будет. Но, как правило, вот эта часть, вспоминайте, когда открываем пиджак. Вообще хорошо взять мужской пиджак и на него посмотреть. Вот эта линия будет из основной ткани, линия подборта. Ну, под бортом. Ну, то есть просто понимать, да? Мы разгруппируем. Вот. Это линия подборта у нас идет. Вот она такая. Эта часть подкладки и эта часть подкладки. Соответственно, здесь воротник может быть разрезан. И, скорее всего, он вот так вот будет у нас с вами разрезан. Сейчас мы его разрежем. Вот так. Да, то есть вот эта часть будет отдельная. Пришиваться. Так, нам нужно разобрать только вот эти. Что случилось? Вот. Разбираем. Так, теперь вот эту всю красоту. У нас же с вами пиджак симметричный, правильно? Мы ее при помощи инструмента зеркального отображения раззеркаливаем. Центральная часть, как правило, у нас тоже единая. Вот у нас уже базовая схема получилась. Давайте приблизительно прикинем по высоте. Чуть пониже он должен быть, да? Чуть-чуть вот так. Ну, приблизительно, чтобы было понимание. То есть обычно рисуется вид спереди, вид сзади и подкладочка. Прикладывается, чтобы конструктор, когда с этим будет работать, он понимал, а что вы туда заложили, а как бы вы это хотели видеть. Что еще важно в пиджаке? Как правило, в пиджаке у нас достаточно много карманов, потому что мужчины там много всего носят, начиная от ручки, заканчивая там всякими документами и всем остальным. А вот. Соответственно, кармашки могут быть тоже разные. Давайте мы сделаем сейчас кармашек в рамочку. Мы, кстати, в свое время, когда производили пиджаки, то мы делали вот эти кармашки из замшевой такой вот штучки. Очень красиво было. Могут быть просто в рамочку. И, соответственно, количество карманов. Он может быть один. То есть, но вы учтите, вот я сейчас это рисую, это потом будет передаваться конструктору, и конструктор мне задаст вопрос, а вот здесь же еще две мешковины, и там один у нас вот здесь накладной карман, а если бы он был прорезной, там еще бы у него мешковина была. Ну, то есть, это все тоже нужно учитывать. Так, то есть, вот так. Пониже чуть-чуть сейчас. Вот эти части вытащим вперед. Что у нас тут? Будут петельки вот здесь, да, там с другой стороны будут пришиваться пуговки, здесь будут петельки. И, ну, в идеале, если вы не понимаете, как это рисовать, берете, идете в магазин, желательно в дорогой магазин с пиджаками, там, ну, хотя бы Хьюгубос посмотреть. Хьюгубос, кстати, очень красиво пиджаки шьют. Можно, там, например, в ЦУМ или, ну, в онлайн-магазине, я не уверена, что у вас получится. Можно взять с собой мужчину, попросить его примерить и в примерочной развернуть полностью пиджак и посмотреть, как он внутри сделан. Такой вот лайфхак посмотреть. Ну, Хьюгубос, наверное, просто как более доступный бренд, да, много брендов хороших пиджачных, прям вот вскрыть и посмотреть, а как оно там все. Так, тут у нас будут пуговки, ну, то есть надо сравнять. Конечно, ближе к лекалам это все нужно делать. И, как правило, смотрите, вот это будет одна подкладка, я сейчас их выделю просто цветовой дифференциацией, чтобы вы их лучше понимали. Вот это будет одна подкладка, вот это будет основная ткань пиджака, вот это может быть совсем что-то другое, здесь может добавляться дополнительный хенгер, а может не добавляться. Сейчас я вот эту штуку вытащу из этого эскиза, чтобы ее заново не рисовать. Добавлю сюда, нет, не сюда, вот на этот слой, вот сюда. Вот, и здесь будет вот эта такая складочка, потому что подкладка, когда, например, вы плечами пошевелили, руки вперед у вас пошли, у вас должно быть достаточное количество объема на движении, иначе у вас просто шов центральный треснет на пиджаке, это будет очень неприятно. Вот, то есть это все тоже нужно учитывать, здесь крайне редко ее фиксируют жестко, там всегда оставляют складочку, которая позволяет двигаться. Если не будете позволять двигаться, она у вас просто порвется, и будет крайне-крайне неприятно. Вот, и, конечно же, у нас с вами полосатая подкладка в рукавах, сейчас мы ее сделаем, черно-белая полосочка, вот такая вот у нас тут с вами подкладочка. Вот, и это вот уже с этим вы можете дальше идти. Как я вам говорила, что подкладки бывают разные, да, то есть вот когда говорят, нарисуйте мне подкладку, вот она подкладка, то есть вы вот таким образом разрисовываете, что там внутри, и, в принципе, грамотный конструктор, грамотный технолог, он на это все посмотрит. Хорошо, когда есть лекало, когда можно срисовать вот эту форму, ну я же сейчас на глаз ее нарисовала, да, а можно и не на глаз. Хочу показать еще два типа подкладок, которые существуют у пиджаков, на мой взгляд, это более интересно, чем выкрашивать сейчас пиджак каким-то цветом. Давайте начнем с первой. Так, это у нас с вами полная подкладка варианта. Давайте сделаем вариант полуподкладки. Когда у нас с вами полуподкладка, то получается вот такая линия, вот как раз от этой точки, вот сюда, и опять в эту же точку. Вот это у нас с вами получится полуподкладка. Сейчас я покажу, как ее сделать. Вот я ее вот так сделала. Вот так. Так. Теперь я вытаскиваю все, что мне отсюда нужно, вот так. Это можно удалить. И все разрезаю, разгруппировать. Вот у меня получилась линия полуподкладки. Ну, так просто быстрее сделать. Я почему так упростила, да, потому что это самый простой и быстрый способ сделать такое разделение. Мы сейчас поставим то, что у нас с вами получилось вот сюда на место. вот так, на задний план. Что у нас получается? Вот это вот то, что сейчас серым, это основная ткань. Сейчас я залью, чтобы вам было понятно. Вот это, вот это, и вот это у нас основная ткань. Вот это у нас с вами будет подкладка. Вот она подкладка. Здесь на ней располагаются карманы. И подкладка, как правило, обрабатывается дополнительно беечками. Может быть вот так, а может еще и вот сюда она переходить. То есть вот эта линия будет более короткая, да? То есть по-разному. Но вот полуподкладка, она будет вот так. И здесь вы уже видите внутренние швы, которые нужно будет показать тоже обязательно. То, что тут шов. Тут он будет там застрочен или в разутюжку. Надо тоже смотреть, какой там будет шов и как вы будете его оформлять. Как правило, когда получается полуподкладка, то швы убирают под кромочку такую, тесемочку по краю. Господи, вылетела из головы, но как она называется? Подбейку. Вот он тоже будет обработан, чтобы у него не сыпался край. То есть это тоже важно учитывать. То есть то, что вот эти вот все шовчики, вот они будут вот так вот у нас обработаны. Соответственно, с одной и с другой стороны будут вот такие швы. Их надо все тоже прорисовать, показать, что они вот тут у нас все есть. В эту сторону, в ту сторону. Внутри мы все это показываем. Сейчас вот это мы на задний план. Вот так, конечно, быть не может. Соответственно, сейчас мы добавим. Ну, потому что на такой острый угол она сходиться не будет однозначно. Соответственно, будет вот так. Это вот уже вариант полуподкладки. Зачем делают полуподкладку, зачем делают полную подкладку? Пиджаки носят в разную погоду. Я думаю, что вы это все прекрасно понимаете. И, например, в летних пиджаках, которые шьются из тонких тканей, могут быть и льняные, делают специально полуподкладку, чтобы элементарно не было так жарко в изделии. Потому что вот здесь, получается, все дышит. А здесь у нас с вами будет линия низа. То есть, ну, вот это вот все, оно как бы аккуратно оформляется, все делается, все прописывается. По краю подкладки тоже, скорее всего, будет подгиб, подстрочка. Здесь мы будем видеть подгиб основной ткани. Вот так вот. Вот так вот. Вот на нем мы будем видеть следы основной ткани, основных швов. То есть, если здесь шов, то вот по этой части, там где отстрочка, у нас вот здесь шов с вами проходит. Где отстрочка, вот здесь центральный шов. И где отстрочка, вот здесь центральный шов. Вот оно будет вот таким образом у нас формироваться. Так, здесь у нас тоже должны быть единички с черным контуром. Вот. Это уже другой тип подкладки. Видите, как они отличаются. Бывают подкладки крылышки. И тогда, вот, кстати, крылышки, это вообще летний вариант. Давайте вот эту возьмем. Сейчас я покажу. Она видоизменяется тогда. То есть, вот эту часть мы с вами, получается, видим изнанку пиджака. Крылышко вот такое. То есть, только верхняя часть у нас с вами закрыта крылышком. А все остальное тонкий. Очень часто крылышки ставят в трикотажные пиджаки. Одно время они были очень популярны. Они безумно удобные. Ты, получается, в пиджаке, но по факту, по ощущениям, как будто бы ты в удобном джемпере. Действительно, очень удобная история. И вот такие подкладочки, они позволяют пиджак сделать максимально комфортным. То есть, вот так вот он будет с нахлёстом. Одна часть будет сверху, одна часть будет снизу. Здесь сразу вот эта, это подкладка. Да, то, что я обозначаю другим цветом. А вот это мы будем видеть с вами основную ткань. Вот. Сейчас белым. У нас же белым обозначается. Что здесь делаю, чтобы сейчас удобнее нарисовать? Вот эти части солью между собой. Вот этот мусор, который у меня получился после слияния. Я вот так вот выберу. Делэйт. Выбираю инструментом лосоид. Очень удобно. Позволяет выделить только нужные мне точечки и удалить. Вот. Здесь у нас будет форма. У подкладки немножечко другая. Сейчас будем резать с вами основу. Здесь будет вот такая вот часть, коротенькая. Вот так она будет происходить. Я сейчас копию создам, чтобы не резать основу саму. Вот. Это можно убрать. Вот эти сейчас разрежем. Смотрите, разрезаем. Мне нужна только вот эта часть. Только вот этот кусочек маленький. Она тоже будет подкладкой. Она вот здесь вот рядом с плечиком будет находиться. И вот она как раз все мне будет давать то, что мне нужно. Здесь тоже. Здесь же может быть у нас тесьмой обработано. Может быть подгибкой обработано. Главное, чтобы все было аккуратно. Это тоже все нужно учитывать. Здесь форма будет, скорее всего, вот такая. И, ну, это я импровизирую, да. Нужно смотреть. То есть это будет очень крайне вероятно, что из основной ткани. Тоже там по краю надо будет смотреть, как она будет себя вести. Это лишнее. Это лишнее. Все, что наплодили, лишнее. Все сразу убираем. Не нужно его оставлять. Вот. Эту форму сейчас я вам покажу. Вот она разрезалась. Убираем лишнее. Все. Мне нужна только вот эта формочка. Больше ничего от нее не нужно. Вот. Смотрите. Получилось. И мы ее вот сюда вот так вот вставляем. Понимая, что вот эта часть будет сверху. Вот. И она должна у нас быть из основной ткани. Соответственно, сейчас мы ее под основную ткань и делаем. Убираем все это назад. Вот эти три кусочка назад. Вот. Соответственно, кармашки могут немножко переместиться. Кармашки надо смотреть по расположению. Это частый вопрос. Мне и мои студенты задавали. И вот, ну, как это вот все рисуется. Вот так оно все и рисуется. То есть от центра. Сейчас. Сюда. Эта штука здесь будет. А эту штуку сюда дублируем. По сути, подкладка это дополнительный эскиз. Она требует тоже времени. Она требует проработки. С ней надо заниматься. Нужно вот здесь вот по краешку тоже от строчки. И когда вы вот так вот смотрите, то естественным образом у нас с вами точно такой же будет подворот. Точно так же будут вот швы, которые мы прорисовывали на предыдущей. Я скопирую, чтобы не прорисовывать их с нуля. Вот. И тоже, смотрите, зависит. Вот я здесь не нарисовала шлицу. А может быть еще и шлица. Тогда нужно показать, как она будет смотреться. То есть это уже индивидуальная конструкция будет пиджака. И нужно это все будет показать. Я таким образом схитрила. И не стала все это отрисовывать заново. Взяла то, что уже отрисовано. Вот. Соответственно, вот он шов. Сейчас я вот так. То есть, да, тут вот у нас так, тут у нас так. И вот оно до верха идет. Тут так, тут так. Это если нету шлицы. Да, вы понимаете? То есть если есть шлица, то мы еще и шлицу дорисуем. Вот. И вот эти штучки тоже. Вот это швы, которые мы видим по лицу. Просто подогнуты. Вот они в отстрочки и входят. И вот уже другая конструкция получилась у подкладки. И по-другому она себя ведет. Количество от строчек и всего остального. Ну, сами понимаете. То есть здесь тоже может быть бейка. Здесь, здесь швы. Это все нужно прорисовывать. Но это вот то, что у нас касается подкладок. То, что я хотела вам показать. Они бывают очень разные. Вот смотрите, какой пример. То есть может быть полуподкладка. Может быть крылышки подкладка. И то, и то имеет право на существование. Оно не говорит, что что-то одно хорошо, что-то другое плохо. Просто вот оно есть. И еще последний наш штрих, который мы всегда делаем. Я хочу вам показать пиджак в цвете. Для того, чтобы мне взять цвета. Вот вспомните, мы рисовали брючки 92 эскиз. Он есть. Копирую то, что у меня уже залито. У нас сразу можно будет с вами сделать костюмы. Поскольку мы с вами рисуем на шаблоне. То, соответственно, костюмы будут правильного размера, как вы понимаете. Сейчас мы вот это вот так вот подвинем. И мне нужно будет собрать мои костюмочки. Начнем с первого. Я могу сделать двойной клик. Выбрать все, что у меня есть. И попросить вот так вот мне его залить. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Сразу видите, то, что у меня было тенями. Оно смотрится не очень. Я это сейчас все выберу. И попрошу сделать потемнее. Поскольку у меня черный, а здесь синий. То я подкорректирую цвет в темно-темно-синий. Сразу вот оно будет лучше смотреться. Найду ту глубину, которая мне нужна. И сделаю пуговицы. Например, у меня могут стать очень красиво роговые. Хорновые пуговицы, что называется, смотрите. Вот так вот сделать. И вот у меня получился комплект. Следующий вариант. Вот у меня брючки. Вот у меня пиджак. Немножко надо нам их разъединить. Да нет, вроде нормально. Соответственно, тоже двойной клик. Я выбираю все, что у меня здесь. И, соответственно, говорю вот этими тканюшечками. Вот они у меня перезалились. Сейчас сделаю еще один момент. Я его здесь не показала, не учла. Сейчас я вам его тоже покажу. Вот интересно, вы смотрите. Вы сейчас поняли, в чем у меня ошибка, что я сделала не совсем корректно? Если поняли, напишите, в чем я сейчас ошиблась и что неправильно. Вот здесь внутри у меня будет подкладка. И она может быть, ну, например, коричневой. Кстати, очень красивое сочетание смотрится. Я сначала тоже в это не очень верила, а потом, когда мы сделали несколько вариантов. Здесь может быть темно-серая или черная подкладка. Здесь может быть светло-серая подкладка. И иногда, кстати, у пиджаков именно за счет подкладки делают какие-то интересные моменты. То есть может быть совершенно абсолютно классический пиджак, а, например, у него ярко-оранжевая подкладка. То есть, смотря на человека, вы никогда не угадаетесь, если он его снимет, там вот такой вот ой. Вот этот очень светлый цвет получился. Сейчас мы потемнее сделаем. Поэтому, вот, может быть бежевый и так далее. Ну, вот у нас с вами получился не просто три пиджака, а у нас получился комплект. И вот мы можем показать, из каких потенциальной тканей оно у нас с вами будет и как оно будет смотреться. Вот, пожалуйста. Можно покрасить и по-другому. Я думаю, вам было интересно. Получился такой полный мастер-класс по пиджакам. Мы не рисовали с вами спинку, и вы не совсем все, вот все эти детальки сделали. Но моя рекомендация – это все-таки действительно посмотреть на реальный пиджак хорошего бренда, открыть его. Можно там даже сходить в магазин, сфотографировать, как эта подкладка сделана, и уже рисовать, переносить. Да и в принципе создать пиджак, если вы не разбираетесь в его технологии, будет сложно. Вам нужно обязательно насмотреть, как они сделаны. Если у вас есть какое-то производство, у которого есть, ну, прямо вот у них вскрыть все эти пиджаки, прям посмотреть, обсудить, как это делается, как что, где что они там, какие у них есть возможности и технологии. То есть это вот глазами. Мы с вами сделали такой очень важный элемент мужского гардероба – это пиджак. Сегодня достаточно длинно получилось, но надеюсь, что от этого не менее познавательно. Не забывайте подписываться на канал. Каждый вторник мы рисуем эскизы. Уже много нарисовали, и я уверена, что впереди нас ждет тоже много всего интересного. Я вас буду радовать новыми эскизами. Если появились вопросы и пожелания, пишите под этим видео. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.